Доверие, оно строится по кирпичикам. Тут я могу рассказать о любой своей ситуации, отдохнуть после универа того же и быть как дома. Когда не было открытого пространства, мы в основном на улице гуляли, ну больше. С улицы много кто сюда пошел, вонцы здесь и круче, и теплее. Были и слезы, хотелось все бросить, хотелось просто психануть, захлопнуть дверь и больше сюда не приходить. Меня зовут Изерт Ксения, я работаю в молодежном центре, начальником отдела. Я курирую направление «Открытое пространство», которое называется «Свое место». Можно до начала игры договориться, например, о том, что сегодня играть только по словам номер два? В игре есть минимум четыре в меру безумных человека. Это мы? Первый – это пациент, человек с очень богатым внутренним миром, который разговаривает с глюхами. Он единственный, кого пригласил на свою свадьбу. Мы четверо в Джеймис. Открытое пространство очень важное такое место занимают в жизни ребят, которое стало таким уголком для ребят, куда можно прийти в любой момент, не нужно записываться, не нужно спрашивать разрешения. Вообще город Куйбышев у нас молодежный, так как у нас много образовательных учреждений, к нам приезжают ребята учиться с районов, из других городов. Для спорта и для какой-то творческой жизни у нас очень много мест, но мест, так скажем, для уединения, мест знакомства у нас практически нет. Я часто вижу подростков в теплой остановке, в тамбурных магазинах, на детских площадках, на спортивных площадках. Это все такие наши места скопления молодежи. Ну и когда мы открывали пространство, мы как раз-таки развешивали наши рекламы, афиши в этих местах. Сначала в пространство приходило очень много мальчишек, девочек было очень мало, и это не только школьники, но и студенты, и младшие подростки, и подростки. Бешеная энергетика, парням нужно куда-то эмоции свои выплескивать. К нам приходили очень сложные ребята, и с ними было очень непросто найти общий язык. Были и слезы, хотелось все бросить, хотелось просто психануть, захлопнуть дверь и больше сюда не приходить. Но мы все через это прошли, справились, мы видим, как ребята становятся с каждым днем открытия. Многие из них стали добрее и безотказнее. Когда я пришла, просто познакомилась с ребятами, то есть это сразу стало, впечатление было потрясающее, потому что действительно сейчас очень мало мест, где подросток, там человек моего возраста, где его понимают. И тут я могу рассказать о любой своей ситуации, отдохнуть после универа того же, и быть как дома. Могут поспать, могут поделать уроки, могут поучаствовать в событиях, в различных квизах, в каких-то квестах, в кинопросмотрах. Но чаще всего ребята любят просто вот у нас поваляться в телефоне, поиграть. Если они играют на столке, то они очень любят, когда с ними играет кто-то из взрослых, из кураторов, это им интереснее. Чай попить с печеньками свободно, может ребенок бежать мимо, пить захотел, зайти водички попить. Бежит со школы, купил там какую-то лапшу, нужно ему заварить, кипятка где-то нет. Зашли сюда, у нас кипяток, пожалуйста, кружка, тарелка. Несмотря на то, что сейчас будет ремонт, будем стараться, чтобы какое-то место для того, чтобы ребята к нам до сих пор приходили во время ремонта работ, чтобы оно было. Ну и как-то помогали, наверное, принимали участие в ремонте. Пространство я хожу с самого начала. С кураторами у меня хорошее отношение, и у ребят с ними хорошее отношение. Они всегда помогают, когда к ним обращаться, всегда поддержат, помогут. Ко мне можно прийти в любое время, я никогда не откажу, даже если я буду супер занята. Я буду параллельно слушать, параллельно делать дело, параллельно уделять внимание. Ну и, наверное, для них это важно и значимо. Ксюша, я ее люблю. Ксюша очень хорошая. Она у нас школу вожатых теперь ведет. Я хожу к ней на школу вожатых. В прошлом году я не смогла доходить. Вот, теперь хожу в этом году. Дростковый период сам по себе очень сложный. И, наверное, помогать ребятам должны не только семьи, но и поддержку оказывать и школы, и вообще, в принципе, социум. Проходя мимо ребят, которые там скопились в той же остановке в теплой, мы должны обратить на это внимание, мы должны сделать так, чтобы у них появились новые условия для лучшего времяпровождения, чтобы они научились каким-то полезным вещам, чтобы это время не проходило впустую, а приносило свои плоды и пользу. Все, лев, и ты шапку надей. Все, пока. О, Боже, мама, мама, я скажу с ума. Будет, кто бежит. Ее улыбка, мама, кругом голова. О, Боже, мама, мама, я садил в лес винах. Ее улыбка, мама, самая-самая. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok